С вами снова канал Школа Таро Альвиен, и сегодня у нас будет интересное онлайн-гадание на цыганских картах Таро на такую тему. Проведёте ли вы вместе Рождество? Мы будем по одной карте выкладывать, насколько это возможно, чтобы вы вместе провели Рождество, и вторая карта будет докладываться потом, то есть если не проведёте вместе Рождество, то поздравит ли человек вас с Рождеством. Вот. У нас с вами будет шесть позиций. Сначала по одной карте. Снова повторяю, да? Ой. Пока выкладываю карты, приглашаю вас на индивидуальные расклады. Цены у меня довольно демократичные, запись идёт не на месяцы вперёд. Сейчас идёт запись на 5 января и, естественно, на гадание на святки. Поэтому спешите. Пишите мне в Вайбер, Ватсап, личные сообщения ВКонтакте, также в Директ Инстаграм. Я обязательно отвечу, сообщу все свои условия консультации и цены. И мы с вами обязательно поработаем. Также приглашаю вас в свою группу ВКонтакте «Диагностика, сканирование целителями». Там есть всё для развития экстрасенсорных способностей. И приглашаю вас в Инстаграм, там каждый день есть новые онлайн-гадания. Также заказывайте у меня приворотные свечи, приворот разжигания страсти. Вы сможете зажечь между собой и партнёром страсть по новой. Либо даже с помощью этих свечей вернуть человека в свою жизнь. Также заказывайте талисманчики на любую цель. Талисманы из янтаря, из другого камня я для вас заряжу. И вы сможете реализовать все свои мечты, какие-то желания, естественно, более реальные. Также есть замечательный мастер по тета-хилингу. Если вы через меня будете делать заявку на сеанс тета-хилинга, разбор ваших программ по одиночеству, разбор ваших личных отношений. То есть программ, которые негативные влияют на развитие ваших личных отношений неправильно. Потом, значит, естественно, диагностика. Там идёт программ по негативу, по порчам, по сглазам, да, и по родовому негативу. И по плохому здоровью. То есть разбор всех программ, устранение их. То вот если вы через меня будете заказывать, связываться, да, с этим мастером, то будет 50% скидка на первый сеанс. Поэтому обязательно пишите. Так, начнём с вами гадание. Будете ли вы вместе справлять Рождество? И для тех, кто выбрал первую позицию. Вышла карта всадник посохов. Эта карта хорошая. Она говорит о том, что человек может к вам приехать в Рождество. Это именно такой вот человек на коне, да. Это дорога, это приезд, это встреча, это свидание. Поэтому здесь вторую карту я докладывать не буду. Про поздравил, не поздравил. Потому что вы, скорее всего, будете справлять Рождество именно вместе. Здесь карта даёт очень много возможностей и надежд. Причём, знаете, это может неожиданное даже быть. Потому что всадник посохов, он часто означает неожиданное действие от одного человека к другому. Это неожиданный приезд, неожиданный разговор. Неожиданно связываются друг с другом люди. И всё у них получается. Поэтому тут вам не стоит переживать. Человек может приехать действительно. Ну, по крайней мере, разговоры будут. Разговоры будут у Рождества друг с другом у вас. То есть даже если это не физический приезд. То есть это может быть просто люди там болтать постоянно. Всё Рождество провести вместе по скайпу или как-то смситься. Ну, тоже вариант. Вот такая позиция номер один. Здесь человек как будто бы резко-резко рядом с вами становится. Вторая позиция. Проведёте ли вы вместе Рождество? Вышла карта справедливости. А вот тут, вы знаете, тут, так скажем, бабка на двое сказала. Если вы женаты, если у вас есть друг с другом, так скажем, уже законные отношения или гражданский брак, то вы, естественно, проведёте в кругу своего мужчины, своей семьи Рождество, и у вас всё будет вместе, всё будет ладно, всё будет хорошо. Но если вы не женаты и не живёте вместе, если у вас просто отношения, то эта карта может означать некоторый выбор между одним вариантом и другим вариантом. И сейчас как будто бы весы то туда, то сюда. И также, если вы сама, допустим, замужем, то вы проведёте Рождество в кругу своей семьи, а вовсе не с тем человеком, которого вы загадали. Но это уже, конечно, в принципе, логично. Ну, давайте будем докладывать здесь, потому что карта сомнительная в том плане, что сейчас может решаться этот вопрос вообще по поводу Рождества. И давайте, во-первых, докладывать, в какую сторону он может решиться, если сейчас идёт на весах, так скажем, то туда, то сюда, в какую сторону может быть перевес. Перевес может быть в сторону того, чтобы не справлять вместе Рождество, потому что есть финансовые затруднения явно у человека и какие-то проблемы, может быть, с работой. Такой может быть вариант. А поздравит ли он вас? Поздравит ли он вас? Выходит дьявол, конечно. Либо человек поздравит вас, и всё будет хорошо. Он постарается как-то вас развлечь своими сообщениями, разговорами, смс-ками. И, ну, так скажем, привязанность идёт сильная друг с другом, идёт постоянная какая-то такая вот страстная связь. А если вы поссорились, если вы расстались и спрашиваете, проведёте ли вы Рождество вместе, будет ли примирение именно до Рождества, допустим, или в Рождество, то я вам так скажу, что человек по дьяволу может как-то над вами поиздеваться. То есть дьявол, он же не только означает сексуальную привязанность, несмотря ни на что, хочу быть с тобой и так далее. Это может быть такая игривость, когда человек очень хочет вывести вас на эмоции. То есть как-то показать себя, проманипулировать вами. Поэтому здесь может манипуляция быть с его стороны, понимаете. И семёрка кубков, она и говорит о том, что он может вводить вас в иллюзии по этому поводу. Но тут вот такая вторая позиция, что если вы женаты, проведёте вместе Рождество, и всё будет хорошо, тогда эти три карты не надо. Если не женаты, просто строите отношения, то у человека могут оказаться финансовые проблемы, и он как будто бы не сможет провести с вами Рождество, либо будет на работе. Если вы в ссоре, то примирение, скорее всего, вряд ли состоится. Человек, скорее, будет манипулировать, издеваться как-то над вами. А если, так скажем, вы находитесь не вместе, человек на работе будет, но поздравит вас в любом случае и будет как-то с вами заигрывать. Вот такая позиция. Третья позиция. Проведёте ли вы вместе Рождество, вышла королева посохов. Королева посохов может означать как вас, так и другую женщину, соперницу для вас. Если вы знака огня, то он проведёт Рождество с вами. Если вы не знака огня или не с асцендентом в огне, и не женщина, которая такая вот брюнетка яркая, как на картинке, вот похожа, допустим, на неё, то это может быть другая женщина. Давайте уточнять. Четвёрка Пентакли. Стабильные какие-то отношения. Мы здесь видим тройка мечей и обида. Вы знаете, это можете оказаться… Вот смотрите, я вам сейчас тут объясню. Если между вами сейчас обида, но вы знаете, что другой женщины нет, то вы помиритесь к Рождеству и будете справлять вместе. Причём, возможно, по вашей инициативе. То есть от вас может быть приглашение человека. Если у него всё-таки есть кто-то, есть соперница для вас, то он будет с ней из-за стабильности, которая между ними происходит, а вы будете обижаться. Давайте посмотрим, поздравит ли он вас. Звезда, да. Человек может вас поздравить, написать, позвонить. То есть здесь проблем нет. Причём карта звезда, она всегда означает какую-то надежду, что пусть после Рождества, но вы с человеком наладите как будто бы отношения, вот если они всё-таки по тройке мечей расстроены, или есть какое-то расстройство из-за самого Рождества, из-за праздника, из-за того, что он может оказаться с другой женщиной, например, или ещё что-нибудь. Но в любом случае звезда даёт надежду на то, что у вас отношения налаживаются, то, что в отношениях всё будет хорошо. Также что ещё могу сказать здесь, то, что, ну вообще вот это вот карты, они означают, что идёт женская инициатива именно, понимаете. То есть в принципе логически могу здесь сказать, что вы как женщина могли бы добиться по своей инициативе того, чтобы человек с вами справлял Рождество. Могут мешать какие-то, видите, психологические сбои, но вообще сама перспектива, конечно же, здесь есть. Вот такая позиция номер три. Четвёртая позиция. Пройдёте ли вы вместе Рождество, восьмёрка мечей? Нет, нет. У человека есть какие-то препятствия для этого. Это может быть болезнь, тюрьма, работа, ну вот всё, что угодно. Внутренние комплексы, страхи, затыки, негативные программы, болезни. Ещё раз сказала слово «болезни», да. Видимо, какое-то рациональное зерно в этом есть. И всякие страхи его. Ну давайте посмотрим, поздравят ли. Нет. Вы знаете, тут проблема идёт в отношениях явная. То есть люди как будто в изоляции друг от друга или по каким-то внешним причинам будут в изоляции в Рождество. И причём нет возможности или нет желания, да, для того, чтобы друг друга даже поздравлять. Поэтому тут, извините, полностью отрицательный ответ. По четвёртой позиции я вам сочувствую. Давайте посмотрим, в будущем наладятся ли ваши отношения или решится ли проблема, которая будет в Рождество, да, ну которая вас изолирует друг от друга. Пока нет, пока нет, пока нет надежды на восстановление. То есть тут какой-то упаднический идёт период в отношениях. Ну это если уж индивидуально только разбирать на раскладах, да, и смотреть, в чём там у вас проблема. Пятая позиция. Проведёте ли вы вместе Рождество, вышла карта отшельник. Тоже здесь нет. Здесь человек отдельно, вы отдельно. Человек, возможно, даже в одиночестве находится, но пока изолирует себя от окружающих. То есть может быть он вообще набожный, да, и молится в Рождество, там, старается изолироваться. А может быть такое, что человек сейчас отдельно от вас по причине того, что вы, допустим, расстались, поссорились, или он будет на работе. На работе, но какой-то одиночной, да, вот может быть это охрана или ещё что-нибудь, я уж не знаю. Поздравит ли вас король колёс? Вышел. Тут, понимаете, тут идёт именно мужская такая карта, она говорит о том, что человек может проявить инициативу в плане поздравления, то есть смс-ка там, да, открыточка, всё что угодно, подарочек, вот. Но также карта король колёс может означать, что между вами стоит мужчина, ваш муж, и человеку просто это всё мешает, и поэтому и не вместе в Рождество, да, и не поздравить, потому что есть кто-то другой, кто-то ещё в ваших отношениях. Если кто-то действительно мешает вот вашему загаданному человеку с вами строить отношения, то вам следует на это обратить пристальное внимание, что один мужчина с другим не особо уживается в любовном треугольнике, чувствует конкуренцию и не может чувствовать себя буквально комфортно, да, по этому поводу. Ну, вот такая позиция номер пять. Шестая позиция. Проведёте ли вы вместе Рождество, четвёрка чаш? Ну, здесь тоже ответ отрицательный, но отрицательный почему? Тут люди как будто скромничают и друг с другом не проявляют инициативу, то есть ни один, ни другой, да, отвернулись друг от друга. Причём тут как бы женщина, в принципе, ещё может, да, проявить инициативу, мужчина будто бы совсем нет. Давайте немножечко поясним. Вышла карта королевы Пентакли, королева колёс. Она говорит о том, что вы можете проявить к нему инициативу и даже, ну, как, позвать, да, и может быть положительный, в принципе, ответ. Но если человек женат, то он будет с женой справлять Рождество однозначно и никак иначе. Поздравить ли? Туз Посохов говорит о том, что да, человек может вас поздравить, причём очень как-то так приятно, ярко, хорошо. Но вот единственное, что как будто бы физически с вами быть почему-то не может. Вот, вот, в этом есть проблемы, действительно. Вот. Но в любом случае, хотя бы поздравление, да, какой-то, какой-то импульс тут идёт, отношения, может быть, есть, да, и если с ними поработать, то, в принципе, этот вопрос весь можно решить. Тут видно по картам, что именно идёт, знаете, такой затык, что каждый может либо поскромничать, да, либо ждать от другого. Вот в этом проблема тоже может быть. Вот такая позиция номер шесть. Всем спасибо за внимание, жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации поясновидению и на ритуалы. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы все мои видео выходили сразу же у вас. Всем пока! Пока!